Пиноккио уходит с лисой и котом и оставляет свои деньги на поле. О, это же наш дорогой Пиноккио! Закричала лиса. И поцеловала его. Как это ты здесь оказался? Как это? сказал кот. Это долгая история. Ответила кукла. Я расскажу вам. Когда вы ушли из дома красного рака, я повстречался с грабителями на дороге. С грабителями? Ой, бедненький Пиноккио. И что же им было нужно? Они хотели забрать мои золотые монеты. Ой, сказала лиса. Ой, сказал кот. Но я от них убежал, сказала кукла. Они побежали за мной, поймали меня и повесили на том дереве. О, said the fox. Ой, сказала лиса. О, said the cat. Ой, сказал кот. Then Пиноккио saw the cat's paw. Затем Пиноккио увидел лапу кота. It was very short. Она была очень короткой. He asked him. И он спросил его. Why is your paw so short? А почему твоя лапа такая короткая? The cat tried to answer, but couldn't. Кот попытался ответить, но не смог. But the fox said it once. Но лиса тут же сказала. I'll answer for my friend. Я отвечу за своего друга. And a while ago we met an old wolf on the road. Час назад мы встретили на дороге старого волка. He was very hungry and asked us to give him something to eat. Он был очень голоден и попросил нам нас дать ему что-нибудь поесть. But we had nothing. Но у нас ничего не было. And what did my friend do? И что же сделал мой друг? He beat off the end of his paw and threw it to that poor wolf. Он откусил конец своей лапы и бросил его тому бедному волку. And the fox began to cry. И тут лиса начала плакать. He was sorry for the cat. Ей было жаль кота. Пиноккио тоже расплакался. Затем он сказал коту. You are a good cat. I like you. Ты хороший кот. Ты мне нравишься. And now, why are you here? Asked the fox. Ну и все же, почему ты здесь? Спросила лиса. My papa will be here in a minute. Мой папа будет здесь через минуту. And your gold pieces? А как же твои золотые монеты? I have them in my pocket. Они у меня в кармане. You can have one hundred or two hundred gold pieces. У тебя может быть сто или двести золотых монет. I told you to put your gold pieces in the field. And I told you how to do it. Я говорила тебе оставить свои золотые монеты на поле. И я говорила тебе, как это сделать. Why didn't you listen to me? Почему же ты меня не послушал? Why don't you go now and put them in the field? Почему же сейчас ты не идешь и не оставишь их на поле? Today I can't. Сегодня я не могу. I shall go another day. Пойду в какой-нибудь другой день. Another day will be too late, said the fox. В какой-нибудь другой день будет слишком поздно, сказала лиса. Why? Почему? Потому что вчера какой-то человек выкупил это поле. Послезавтра уже никто не оставит там деньги. А поле отсюда далеко? No, it isn't. Нет. We can show you where it is. Мы можем показать тебе, где оно. Will you come with us? Пойдешь с нами? You can put your money in the field at once. Ты можешь оставить свои деньги на поле сразу. Then you'll have 200 gold pieces. И тогда у тебя будет 200 золотых монет. Will you come with us? Пойдешь с нами? Пиноккио подумал о доброй волшебнице и о своем старом отце. But not very much. Но не очень сильно. He said to the fox and the cat. Он сказал лисе и коту. Alright, I'll come with you. Хорошо, я пойду с вами. And they went. И они пошли. Here's the field. А вот и поле, said the fox to the puppet, сказала лиса кукле. Make a little hole in the ground with your hands and put your gold pieces into it. Сделай маленькую ямку в земле руками и поклади туда свои золотые монеты. Пиноккио did so. Пиноккио так и сделал. Now, said the fox, bring some water. А теперь, сказала лиса, принеси воды. Пиноккио brought some water in his old shoe. Пиноккио принес воды в своем старом ботинке. He threw it on the earth over the hill. Он полил ею землю в ямке. Now, we can go away, said the fox. Теперь мы можем уходить, сказала лиса. You can come back after 20 minutes. And you will find a tree with very many gold pieces on it. Ты можешь возвращаться через 20 минут. И ты увидишь здесь дерево с очень-очень большим количеством золотых монет на нем. Кукла благодарила лису и кота сто раз. I'll make you a present, he said. Я вам сделаю подарок, сказал он. We don't want any presents, answered the fox and the cat. Нам не нужны никакие подарки, ответили лиса и кот. We taught you how to get money without hard work. Мы научили тебя, как добывать деньги без тяжелого труда. Goodbye, пока. And the fox and the cat went away. И лиса с котом ушли.